Знешняя гандлевая супрацовница Гомельской области из Украины набирает обороты. В минулом году темп росту 128%, по вынекам 9 месяцев этого года уже 145%. Улику экспортеров больше 100 предприемцев региона. Сирот лидеров Гомельской химичной и Мазевской нафтоперепроцовщей заводы. Доля акционерного творчества Гомельсиньмаш больше стиплая. Тому поширение связи с украинскими регионами для машинобудовников задача актуальна. Зараз пропрацовуется махчимость творения на базе Херсонского машинобудовничьего завода с уместной вытворчеством по сборству техники Полесья, а лету то есть некоторые особливости украинского законодавства. На сегодняшний день в Украине приняты два постановления кабинета министров. Это 130-е и 369-е о финансировании закупок сельхозтехники отечественного производства. Там достаточно жесткие требования локализации. Должна быть локализация украинская составляющая не менее 35%. Тогда предоставляется данная финансовая поддержка. В настоящее время мы ведем переговоры с Херсонским машиностроительным заводом для организации совместного производства. Сегодня у нас есть совместное производство в Николаеве, но пока такой уровень локализации еще не достигнут. Становчивое вращение возникающих проблем тем больше махчимое, что в прошлые годы означается активизация партнерских относин помеж Гомельской области и Украины. У стаковиков этого года делегация региона обмерковала у Чернигове в этой нетрансграничного супрацовництва. У МАИ делегации украинских регионов принимали удел о Гомельском экономичном форуме. В лепени уже гомельчане приезжали в Киев для удела в первом белорусско-украинском бизнес-форуме. Разом с тем, подчас встречу в Гомельском отделении Белорусской гандлево-промысловой палаты Баке констатують, что операционистство может быть больше активным, и зараз для этого предпринимаются конкретные кроки. На сегодняшний момент ряд палат, среди них Херсон, Житомир, Черкассы, очень активно работают с нами и очень активно обмениваемся мы визитами с ними. Они участвуют в наших мероприятиях, мы участвуем в их мероприятиях. И вот это взаимодействие, мы надеемся, что позволит бизнесу найти общие контакты, есть заинтересованность. Сейчас на Гомельске работают 111 предпринимателей с украинским капиталом. При этом украинские инвестиции в экономику Гомельской области постоянно повелечиваются от крыху больше 6 миллионов долларов в 2011 до 12 миллионов у селитов. Но и это, вероятно, не межа. Главное – уличить экономические реалии и выкористовывать их максимально эффективно. Размова в первую очередь в региональном супрационисте. Мы сейчас больше всего внимания уделяем развитию именно межрегионального сотрудничества. Я хочу сказать, что благодаря политике децентрализации в Украине у нас области и регионы получили довольно большие средства для того, чтобы вкладывать их в развитие своих регионов, а также для развития и внешнеэкономических связей. И поэтому я думаю, что это перспективное направление нашего сотрудничества двухстороннего. А прича экономичных, по час визита украинского посла, обмерковывались и гуманитарные питания. По словам игроки зима, это было одно из мыта его наведывания региона. По-перше, Гомичина мает агольную границу одразу с четырьмя областями Украины, а по-другому тут переживают шмат этничных украинцев. У приватности разговора шла об развитии туризма и организации трансляции украинского телебачения на нашей территории и, соответственно, белорусских программ на украинской. А прича того, прокручала пропаганова в учение украинской мовы у школах Гомельской области и белорусских у програничных областях наших соседей. Починать можно уже в ближайший час факультативных занятков. Олег Синчаров, Игорь Маришенко, телерадокомпания Гомель.